привет ребят я на работе как всегда сегодня четверг пошла в магазин называется геркулес молоко почему пошла в него вот на крытом рынке я всегда ходила в магазин семерочка но через какое-то время он закрылся вот буквально на пару дней и открылся другой магазин там я думаю хозяин там был тот же так вот в этот магазин я ходила около 3-4 лет подряд регулярно и последние два года которые я жила у родителей я ходила в него скажем так каждый день практически вот покупала там еду бытовую химию и прочее 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 и вот после нового года я заметила что они перестали закупать товар свой и товар себе в ассортимент и тут я поняла что наверное магазин закроется сначала я удивилась типа до какого черта почему вы не закупаетесь а потом я поняла что наверное магазин закроется юрий анатолич сказал что я сегодня хорошо выгляжу правда на тот момент я была вот такая вот растрепанная без очков вот до зачков у меня просто сегодня нет наверное синяков под глазами ужасных как это обычно бывает хотя я не выспалась совершенно как обычно вот плюс у я сменились на элегантные сапожки вот да и кофточка это хорошая это тоже у ли на кофточка с так сказать проживает свою вторую жизнь уже на мне вот я надеюсь что скоро я смогу снять очки и наконец-то увидеть этот мир мир уже может пускай даже в обычных очках а не без них к сожалению но наконец-то увидеть этот мир нормально без этих прям в пятен и прочего которые появляются у меня постоянно из-за слойки сетчатки купила себе такой календарик он вешается на холодильник но холодильник я увешать не буду я положу себе в себе в этот господи в чехол класс то есть он прямо у меня и оторвался до сразу с тем по идее должен быть приклеены да или как как это должно быть как это должно быть блин что не значит понравилось мне понравилось вот это вот что один месяц на вот этом вот листочки в общем пойдет он в ежедневник ко мне только декабрь остался на магнитике ясно то что я хотела купила ну такое это предметы гигиены всякие разные и вот такие салфетоны 120 для страшного маньяка влажных салфеток это просто рай 120 салфеток я не знаю что буду с ними делать наверно тоже что обычно что и закончится не так быстро но еще купила себе гамбургер с огурцом давно на него обращала внимание очень надеюсь что он будет не очень мерзким вот хоть более-менее вкусным так что будем есть этот огромный гамбургер который не будет помещаться мне в рот по-любому переместим его вот так вот будем надеяться я смотрю немножко он размок будем надеяться что я буду жива после него как же дорого стоит такая ерунда как я не знаю салфетки прокладки когда нам все дорого вот так пойдешь магазин потратишь 300 600 рублей на что на что спрашиваться на то что выкинешь на бумажку туалетную салфетку который ты вытришься и выкинешь мне надо просто вот убивают хотя кипу понятно что мы тоже выметал с относим в блин я знаю что тема не совсем к столу но у меня это не сильно смущает закрылся магазин блин гамбургер не очень возможно если бы я сейчас поджарила на мультиварке как я это делала обычно с такими дешевыми гамбургерами но мультиварку мне уже забрали будет хорошо если меня и сейчас тут для нас зарплата пошла может она мне и купит было бы очень здорово последнее время я поняла что у меня просто нет сил спорить с людьми всего вчера шла домой что-то пришел короче я поняла что у меня нет сил спорить с людьми вот вообще знаете смотрела читала 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 в инстаграме пост юлисы фамины и она говорит типа людям которые вот хороший способ послать нахер человека которого ты напрямую не можешь послать вот и соглашаться с ним вот он говорит тебе и ты там такая всякая бла-бла-бла вот начальник или там я не знаю да а вы ему возможно вы и права вроде согласился но эта фраза страшно будет подбешивать человека и столкнувшись с этим на деле я поняла что так оно и есть я как уже говорила всегда всю жизнь меня воспитывали чтобы я думала о других чтобы я не дай бог не выросла эгоистка и пришло пришло к тому что я могла зимой ходить в осенних разлезающихся ботинках но ближнему отдать все я ходила в осенний курский непонятно когда уже начались холода но я отдавала ближнему все я отправила всю свою зарплату чтобы помочь ближнему я я не знаю я у меня доходило до таких крайностей что я могла себе дезик не купить на ребенку допустим купить какую-нибудь игрушку как о которой он сильно мечтал да то есть вложить в нее в сиденье да что даже не могла себе купить необходимого да это эти покупки даже были глупыми к примеру она купит и могла там шампунь не купить я не знаю моющая какой-то да стирать нечем а я пошла допустим там колбасы мужу купила на бутерброда на работу пошелся бы без этой колбасы так нет я как я опять себе отказала ему купила и вот так всегда мне допустим тоже нужны носки я пойду ему куплю по колон носков мне что же надо у него их и так дофига вот у меня если есть деньги я вот все отдам ближнему я загонюсь как лошадь но я на работу схожу и с малым поиграю и мужу время уделю и дела все по я спать не буду я все сделала я постоянно вечно все доказывала вот мне говорят мама там говорит ты там такая сика там эгоистка там еще что-то я вроде же я эгоистка и давай ей доказывать сейчас я соглашусь эгоистка хорошо хорошо это начинает человека еще больше бесить но мне легче потому что я не трачу свою жизненную энергию на то чтобы доказать людям нет смысла ничего доказывать потому что они уже не хуже как откуда мнение в голове они уже с ним не расстанутся скорее всего я постоянно думала как же ну как же вот ему и вам же ей лучше лучше я больше устану больше потрачу больше сделала чем вот он да я могла сорваться побежать помогать подруге которая не сорвется помогать мне ну вот я всегда думала от других и летом 2018 ближе к осени мне нужно было что-то купить я не помню что что там уже нужно было я говорю давай я это самое тебе купим говорит нет прекрати говорит думать о других постоянно думая о себе тоже не доводи до банальности вот опять таки да я отправила ему деньги чтобы помочь потом я купила я хотела купить себе телефон это опять на что-то нужно были деньги я без телефона уже месяц сидела говорю давай муж говорит иди и покупай себе телефон хватит я постоянно думаю о других постоянно меня это прям изводит я прям чувствую себя страшно из-за вот этого воспитания что нужно думать о других постоянно я постоянно чувствую себя плохой если я кому-то отказала что-то не сделала и вот была ситуация когда я себе уже вот вообще ничего не покупала у меня уже дошло до этого момента что ну что-то был в командировке очень-очень долго вот мы почти не виделись это было лето семнадцатого вот я себе все лето отказывала ела извините рис без ничего просто рис вареный все без соли без без ничего вообще вот и тут я помню что вот появились наконец-то денежки и я пошла себе что-то покупать просто то есть ну банально там шампунь там мыло такое там дезик духишки какие-то ну недорогие парфюмчик какой-то просто да вот что-то там не помню что-то из косметики себе взяла тоже ну вот всего по чуть-чуть по капельке да потратила наверное где-то 1200 рублей и тут мне бабушка говорит ты горит эгоистка думаешь только о себе а ничего что я себе все лето отказывала к осени наконец-то хоть что-то себе купила потратила всего лишь 1200 рублей там 1270 1217 что-то такое она говорит ты думаешь только о себе я поняла что что бы я не делала мне будут всегда так говорить просто вот есть такие люди вот видимо мои родители они такие люди вот говорят они так почему говорят они так тогда когда делается не по их нему вот мы собираемся уехать да кстати у меня когда уги появились та же история была я была эгоисткой я ходила в осенние обуви уже драной уже начинались морозы у меня ноги не мели от холода эгоистка угу разговаривала с Юрием Анатольевичем он говорит подожди говорит а тебе что горит может дать говорит два куска резины запихнуть в них ноги прорезать говорит дырки в мешке из под картошки говорит для рук для головы будешь так ходить говорит тогда говорит может не будешь эгоисткой я говорю семью тогда позорить буду тут две крайности ну вот даже сейчас мы будем уезжать и мы эгоисты мы эгоисты эгоизм друзья мои это не тогда когда тебе хочется жить так как как тебе хочется да потому как это твоя жизнь ты должен ее проживать сам а то знаете проживешь всю жизнь а в итоге ты не делал ничего из того что тебе приносило удовольствие или радовало бы тебя и вот бабулька одна умирая говорит я всю жизнь жила так как скажет муж сначала как родители потом как скажет муж и говорит я вообще ни дня наверное не прожила этой жизни для себя эгоизм друзья мои это тогда когда ты хочешь чтобы другие жили и думали так как хочешь ты поэтому есть люди с извращенным понятием эгоизма моего мужа никогда не было сенсорного телефона до весны 2015 он его купил в рассрочку недорогой вот он говорит даже у пенсионеров он есть говорит мне тоже хочется все было вывернуто так как будто он эгоист и думает только о себе человек зарабатывает у него никогда не было этого телефона неужели ему нельзя его купить потом была ситуация когда мама говорит езжай покупай телефон себе я купила тоже недорогой хуже чем и мужа правда вот по параметрам по цене он дороже стоил но он тоже неплохой был они вот наравне но просто у него помощнее был телефон тоже самсунг и тут мама говорит а мне говорит купите телефон лучше чем у вас двоих хорошо мне нужен был телефон по работе мне нужна была хорошая батарея чтоб он был мощный мне нужно было постоянно в навигатор лезть я все время передвигалась по городу мне нужны были все время адреса вот почти как курьер да который мотается только я не курьером работала а волонтером волонтером фонда типа красного кристалла мне нужно было ездить по харькову по незнакомым мне адресам и в интернет мне нужен был постоянно да ну вот хорошо а ей зачем если она сидит целыми днями дома ну как минимум зачем ей телефон лучше лучше мощнее зачем ну давайте купим такой же я кстати такой же в итоге и купила потому что там сильно дорого получалось уже получше что то если брать тоже самсунг вот вот ну это механизм видите я уже привыкла что я для них всегда все не так я не так ем я не то ем я не так посуду мою у меня волосы не такие одежда не такая макияж не такое ногти делать в салоне это эгоизм потому что ногти вообще не надо делать и думать о них ведь никто ж не заставляет не делайте а я считаю это необходимостью для меня это я не могу краситься из-за аллергии даже за глазами открытыми сейчас не могу ходить хожу в очках затемненных а красивые ногти меня радуют плюс я парикмахер я люблю когда у меня колечки браслетики ноготочки красивые ну вот перебираешь стоишь волосы все время но мне это нравится это мой фетиш красивые руки то есть когда мама сама мне ногти оплачивала когда я была подростком когда она меня повела впервые в салон и так далее это не было эгоизмом а сейчас это эгоизм понимаете я зарабатываю деньги могу позволить себя потратить на ногти это не та сумма я допустим не трачу столько денег на сладкое на колбасу сыры у каждого свои траты вот я сейчас обувь купила они еще толком не видели я не удивлюсь если они мне скажут что это эгоизм опять я соглашаюсь я не буду больше себя бить в грудь рукой и кричать я не эгоистка за что вы так со мной нет будет что то другое будет что то еще я привыкла быть всегда виноватой на самом деле это ужасно чувствовать себя всегда виноватой жить всегда с оглядкой не позволять себе ничего и каждый раз думать а что подумают другие не решатами что я эгоистка не эгоизм любит купить себе салфетки или календарик но и так задралась быть эгоисткой я защитила бабушку она на меня вылила ведро помоев за что много в задницу эгоистка когда мы с мужем у нас есть квартира у брата мужа которая сейчас пустует там были наши вещи и этот самый сейчас скажу мы туда приходили отдыхать периодически ну там может раз в неделю раз в месяц раз в две недели раз в три недели по разному ну в среднем все таки в среднем все таки наверное от один-два раза в месяц наверное вот единственное что когда муж уже занимался учебой и на работу не ходил вот ну типа как отпуск взял на работе тогда конечно почаще мы туда приходили он готовился к экзаменам я ему готовила кушать вот ходила в магазин помогала ему там хрустнула только не зубы по вопросам его гоняло по этой работе вот дипломной вот он мне рассказывал как будто я комиссия вот тогда конечно почаще а то ну пару раз в месяц вожим тогда мы уходили ну побыть вдвоем посмотреть кино пообщаться мы не виделись он постоянно в командировках в конце концов мы молодые горячие все так понятно вот что вы туда претесь вот что вы туда претесь вы опять убегаете от семьи что вы за люди я говорю пап а ты не понимаешь куда мы идем и зачем мы идем вот вы убегаете от семьи вы не хотите с нами сидеть я не знаю все все и так понимают на работе люди посторонние понимают это а тут смотрю сейчас на эти крема вот этот же мне не очень зашел надеюсь что вот этот будет лучше увлажнять люблю этот формат вот в баночках можете мне рассказывать о том что это не гигиенично лезть туда пальцами нужен шпатер там множатся бактерии не успеют они там так уж и размножиться господи тут одна я своими пальцами лезу чистыми пальцами не надо меня это ебите мне мозг короче не гигиенично ой я в бальзам для губ лезу пальцем он закончился ну он широкий а как есть вот эти вот бальзамы да кругленькие такие ты туда тоже пальцем лезешь или что кисточку для бальзама для губ достаете пальцем по губам боже а как на вокзале тут расселась надо убирать пакет посудку помыть кофеечку сделать м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м Хм! Вот так вот. Поэтому я пришла к выводу, что дело вовсе не во мне. Дело в тех людях, которые постоянно мне говорят, что я эгоистка. Потому как, если бы мне говорили так все, было бы логично, что тут виновата я, и что тут я плохая, что я действительно страдаю эгоизмом. А если мне это говорит только определенный несколько человек, то тут логично, что дело вовсе не во мне. Вот. Как-то так. Я, честно говоря, раньше никогда не думала о себе, никогда не думала о себе, никогда не говорила там постоянно, я-я-я-я-я. Я всегда говорила там «мы», то есть на нас с мужем там, да, на ребенка. То есть я постоянно говорила «мы», «мы», «мы». И вот все в том же 2018 году муж сказал, что мне стоит говорить «я», а не «мы». что мне стоит, одно дело, если говорить о каких-то там планах на будущее, еще что-то, что мне нужно научиться разбираться в себе, научиться наконец-то прислушиваться к себе, к своим чувствам, что вот я чувствую. Это очень важно. Я ему постоянно проговариваю, что если ты там сделаешь вот так вот, то я буду чувствовать то-то, то-то. Или там на какой-то поступок, что я вот чувствую себя из-за этого вот так-то, из-за его поступка, да. То есть он учил меня прислушиваться к себе. Он учил меня есть после того, как у меня была булимия, анорексия и прочие последствия. Он научил меня есть. Он научил меня принимать себя и свое тело. Он научил меня наконец-то научиться думать о себе. Наконец-то перестать думать постоянно о других, а научиться думать о себе, научиться прислушиваться к себе. А чего бы я хотела? Вне зависимости от того, что скажут родители. Вне зависимости от того, что мог бы сказать он. Чего бы хотелось именно мне? Вот это хочу я или это навеяно от того, что мне, допустим, говорят? Вот это я хочу, допустим, отметить день рождения дома. Или я так говорю, потому что мне сказали, что все, ребенка родила, должна дома теперь все время сидеть. Или поэтому. Вот это я хочу, допустим, да, я не знаю, такую-то одежду или так-то поступить, да, или там то-то, то-то сделать, там, волосы отрезать. Или это потому, что мама постоянно говорила, что их нужно отрезать. Кстати, про волосы, примеры жизни, да, она постоянно говорила, говорила, отрежь, отрежь, и я их отрезала. И я их таки отрезала. Мне постоянно говорили, что они посеять. То есть та же ловушка, что была с едой. Когда я села на диету и дохуделась. То же самое было и с волосами. Я их все-таки отрезала. Сейчас я пытаюсь прислушиваться к себе. Если я их отрежу, я их отрежу по своему желанию. Если в данный момент они у меня растут, то они растут по моему желанию. Если я захотела сделать ногти себе в салоне, то я это захотела, наконец-то, по своему желанию. Я долго думала об этом. Месяца четыре, наверное, стоит, не стоит, или дальше делать их самой. Но сломанная лампа помогла мне пойти навстречу с салоном красоты в данном вопросе. Поэтому во всех моментах, опять же, это мой канал. О ком, как ни обо мне, мне здесь говорить. А я говорю здесь о себе. О своих мыслях. О своем мнении. Потому что это мой канал. Потому я и говорю постоянно об этом. Обсуждать постоянно, допустим, мужа или ребенка. Так, было бы не совсем правильным, хотя бы с той точки зрения, что хотят ли эти люди, чтобы я о них постоянно говорила. Но ребенок хорошо, он еще мало что соображает. Но вот муж. Он, допустим, не хочет, чтобы я постоянно о нем говорила. Поэтому я не могу о нем постоянно говорить. Я уважаю мнение человека. Периодически я о нем говорю, потому что мне само этого бы хотелось. И на этот счет он не против. Но говорить о нем постоянно, он против. Снимать его постоянно, он против. Соответственно. Соответственно. Это мой канал. Это моя территория. Это моя, я не знаю, зона комфорта. Мое личное пространство. И естественно, что я здесь говорю от своего лица. О своих мыслях, чувствах, мнениях и так далее. Какая-нибудь там, я не знаю. Давайте возьмем канал Алены Погребняк. Она говорит о себе постоянно. Да, она показывает постоянно свою семью. Но какие-то болталки, да? Какие-то разговорные влоги. Она говорит о себе. Возьмем Ксению Тельвии. Она что говорит? Она говорит о себе, о своей семье и о свое мнении на какие-то моменты. Правильно? Ну, а это мой канал. Я говорю здесь о себе и свое мнение на те или иные вопросы. Это логично. Логично, что я здесь говорю я, я, я. Вот. Но именно касаемо, наконец-то, чего хотелось бы мне по-настоящему, вот я только вхожу в этот вкус, так сказать. Вот как бы мне хотелось одеваться? Не вынуждено, потому что вечно нет денег. Потому что надо купить что-то кому-то вечно, а не себе. Надо что-то кому-то помочь, а не себе. А как бы мне вот хотелось? Я даже не знаю пока. Поэтому я вот пойду в магазин и буду очень долго прислушиваться. Меня всегда одевала мама. И я не знаю, даже вот заходя в магазин, я даже не знаю, что мне нравится. Какие мне нравятся сумки, обувь, одежда. Чего бы мне хотелось? Как бы мне хотелось одеться? Я каждый раз понимаю, что я не знаю. Я очень долго выбираю, прислушиваюсь к себе, чтобы понять, действительно ли этого я хочу. Прошло уже два года практически, ну пусть будет полтора, хорошо. А я до сих пор только учусь прислушиваться к себе. Все эти советы, такие вот психологические, да, моменты проработки, которые мне давал муж, я решила, что его мнение субъективно, потому как он меня любит. И потому как он варится в той же каше, в той или иной степени, что и я. И у нас в больнице работает психиатр. Меня с ним познакомил с ней, познакомил заведующий главврача по медицинской части Валерий Николаевич. Он меня с ней познакомил, я пришла к ней на прием. И я услышала от нее все те же слова, которые мне говорил муж. Может, немножечко сказано и по-другому, так как это другой человек, да. И я, честно говоря, была очень удивлена. Я была очень удивлена, что вот у меня муж настолько психолог. У него нет психологического образования. Просто он обладает невероятным подходом к людям. Плюс читал психологические книги различные, смотрел видео на эти темы. И он мне во многом помогает. Вот те травмы, нанесенные, так сказать, еще из детства, которые плетутся, мы их прорабатываем, и мне становится гораздо легче. Вот. И я только сейчас понимаю, что я только сейчас, спустя полтора года, начинаю хоть что-то делать. Вот даже просто до банального покупки. Вот просто даже покупаю то, что действительно я хочу. А не то, что кто-то что-то подумает, почему-то и так далее. И я, наконец-то, начинаю ощущать вот этот запах свободы, жизни. Это всего лишь ботинки, да? Или там, это всего лишь салфетки. Или там еще что-то. Или там духи. Но такие, как мне хочется, наконец-то. А не такие, как сказали, что мне нужно таким пользоваться или такое носить. Я же говорю, у меня вот мама занималась одеждой, и они меня как бы одевали, да? И я там, допустим, долгое время носила там. Вот маме нравилось, что вот я в белом когда ходила. А мне не то, чтобы мне не нравилось, но у меня как бы даже мнения своего не было на этот счет. Мне, допустим, никогда не давали выбирать. Я могла ткнуть пальцем всеми пар обуви, как это было когда-то в Харькове. И мне купили все семь. Я сказала, я хочу и такой, и такой ремень. И мне купили и такой, и такой ремень. Я это говорила так всю жизнь. С детства. У меня сейчас и малой так делает. И малого я учу выбирать. Потому что если у моих родителей была такая возможность, да, дать все, что я хотела, то я, допустим, не выросла эгоисткой в данном плане, да? Я не топаю ножкой и не говорю мужу так, я ничего не знаю, мне надо вот это, вот это, вот это и вот это. Потому что мне это нравится, да? Нет, я такой не выросла. Я выросла не умеющей выбирать. Я могу среди двух одинаковых ремней, выбери уже один. Я могу стоять и думать минут 20 пялиться на них. Это минимум. Обувь, я буду, я чтоб рюкзак выбрать, я, наверное, 20 раз прошла по всем полкам, обсмотрела, потрогала, все. Да выбери ты уже. А я хожу, что-то сомневала, есть что-то, думаю, господи, это всего лишь рюкзак, купила и пошла. Я не выросла эгоисткой абсолютно. Но я выросла человеком, абсолютно не умеющим выбирать ничего. Что тоже не является хорошо. Ничего не умею выбирать. А тут картиночки тематические, да? Тут подарочки, саночки, тут снеговичок. А дальше что тут? Да, в марте, в марте тут шляпка, цветочки. Тут такие садовые приборы. О, блин, сейчас насмотрюсь, проникнусь, захочу в своем доме жить. Какая красота. О, какая красота, мороженое. Естественно, Геркулес написано. А мне всегда нравилось мороженое Винтер. Тоже донецкая фирма. Мне нравилось мороженое Винтер. И я любила постоянно гулять недалеко от этой фабрики. Эта фабрика находится в районе Амстора, который на стадионной. Вот Амстор, и вот через дорогу цирк Космос. И по той стороне, где цирк Космос, если пройти вперед, в сторону шахты Максима Горького, там получается завод вот этот Винтер. И если от этого завода пройти парковку и спуститься вниз, там такой лесочек, интересные дворики, я очень любила там сидеть, есть Аммдемс, пить какой-нибудь энергетик, или слабоалкоголку на молоке были раньше, вот как сыворотка, что-то такое, вот как молочный коктейль алкогольный, знаете. Вот что-нибудь такое. Я просто забыла, как оно называется. Раньше очень популярное было. Там где-то 250-300 мл, совсем маленькая бутылочка, но очень вкусно было. Я вот это вот сидела, читала и Алана Брэдли про Флавию Делюс и слушала Animal Jazz. Могла даже под дождем вот так зонтиком торчать. Очень любила погулять одна. Очень любила походить, побродить там в районе метро, в районе взлетной улицы, аэропорта и так далее. Но и общество меня тоже радовало. Я так 50 на 50 гуляла, да. Либо там с подругами, либо с друзьями, либо в компании, да, либо сама прогуливалась. Как я уже говорила, я однажды увидела, что моя бывшая одноклассница ходит с наушниками, с музыкой и бродит сама. Я у нее спросила, а ты куда-то идешь? Она говорит, нет, никуда не иду, просто гуляю. Я такая, а что так можно было? В любом случае это лучше, чем сидеть дома все время, самой и так далее, да. Вот, как я сидела килограммы нажирала, просиживая одна дома у компьютера в чатах во всяких, когда мне было лет 15, вот. И когда у меня был конфликт в лицее, и мне же, получается, не с кем было выйти. Все мои друзья по факту находились в лицее. И так как мы все разругались, то мне даже и выйти было не с кем. Одиночество меня никогда, в принципе, не пугало. Хотя на данный момент, мне кажется, его даже чересчур много. Его даже чересчур много, и мне хочется наконец-то начать общаться. Наконец-то иметь возле себя каких-то людей. Я, наверное, именно поэтому даже хочу пожить какое-то время в общежитии, чтобы видеть людей, чтобы видеть людей, разговаривать с ними. Вот. Потом тоже такой момент. Что-то вот мысли какие-то крутятся, что-то хотела сказать, рассказать. А вот что? Что же я хотела? Мысли, мыслишки, мыслишки. У меня даже вот подруга была, до банальности, вот то, что я рассказывала по поводу не умею выбирать. Но там был немножко другой случай. Я вот у нее спрашиваю. Танюх, а какие тебе там, какая тебе музыка нравится? И она называет всю ту музыку, которая нравится мне. Я говорю, о книге тебе какие нравятся? Она говорит, а тебе? Я, ну такие-такие. Она говорит, о, и мне тоже. И что бы я ни сказала, ей нравилось все то же, что и мне. И сначала меня это радовало, а потом я у нее спросила, слушай, а зачем ты называешь то, что нравится мне? А тебе самой что нравится? И тут она называет... Сначала она растерялась там, да? Вот. Загрустила. И тут я узнала, что ей совершенно другие вещи нравятся. Ей нравится электронная музыка, а не тяжелый рок, как мне. Ей нравится читать журналы, а не книги. И я так удивилась. Я говорю, а что ж ты молчала все это время? Я не знаю. Ребят, это... Это реально жесть. Она всегда пыталась произвести на других людей впечатление. Она всегда пыталась разодеться как-то. Вот. Особенно, когда деньги появились. Она, правда, пошла немножко не по тому пути. Начала изменять своему молодому человеку. Гоняться за богатыми женихами. Вот. Выглядела, да, она дорого в итоге. Разодета. Но она продавалась. Я считаю, что она себя продавала. Она одевалась так, обувалась и так далее. Как на выставку. Чтобы продать себя подороже. Да, я так считаю. Многие женщины чересчур прихорашиваются. Вот. И смотришь на них и думаешь, что она как товар. Она продается. У меня много было случаев подруг, которые выпендривались очень сильно внешне. И бегали за богатыми мужиками. Вот. И продавали себя. Я не могла это принять. Я не могла общаться с такими людьми. Одна из них мне говорит. Настюха, ну а что? Давай ты, типа. Что, у тебя все будет, говорит. Я не буду называть именем. А то у тебя все будет, говорит. И квартира, и телефон, и машина, и все такое. Говорит. Давайте пойти тоже. Я говорю, нет. Нет. К слову, она потом вышла замуж. Вышла не за богатого. Вот. Но она продолжила с подружкой вот эту историю. Вот. С блядками. И в итоге муж обо всем узнал, и они разошлись. Вот. Хотя для родителей, для родителей, она была прям чистая, непорочная. Девственница замуж выходила, знаете. И я вот все могу понять. Да, мы там не из супер богатого города и так далее, да. Но блин. Но неужели нельзя, у нее такие отношения были с мальчиком. Неужели нельзя выйти замуж по любви? Неужели это неприятнее? Не тогда, когда ты спрашиваешь, просишь, чтобы на тебя денежку потратили, да, как товар, да. Не когда ты выпрашиваешь для себя что-то, да. А тогда, когда, не тогда, когда тебя муж с собой берет куда-то, чтобы ты вот просто рядом хорошо смотрелась, да. И ты такая должна молчать, рот не открывать. А неужели это лучше, чем наживать, так сказать, свое добро вместе? Вместе, в команде, вместе стараться, вместе зарабатывать на какие-то блага, да. Как по мне, это гораздо лучше. Вот. Я не знаю, сколько бы мы имели с мужем, если бы не началась война. Но я знаю, что я выходила замуж по любви. Я с ним встречалась по любви. Ребенка родила по любви от него. И сейчас я живу с ним в любви. И я ни минуты не задумывалась о том, что я неправильно поступила, выходя за него замуж. Нам все говорили, ой, вы такие разные, вы будете там пару месяцев повстречаться и разойдутся. Ой, ну пару лет дадим их браку. Ну, мы вместе 8 лет практически. Мы знакомы 8 лет. В середине мая будет 8 лет нашим отношениям. Соответственно, мы до сих пор вместе. И для меня это лучший мужчина, который был в моей жизни. Даже вот просто среди друзей, знакомых, я не вижу у людей, у мужчин тех качеств, которые есть в моем муже и которые важны для меня. Точно так же, как и я для него лучше. И да, я могу это сказать за него. Потому, как он мне об этом говорит. И поэтому я могу сказать это за него. Причем они вообще так вот, расход у них минимальный. Я вот так вот часто брызгаю с духами, потому что спать хочу, а оно меня подрит, подрит. Вот. Очень часто пользуюсь духами сейчас. И они, самое интересное, что вообще не хотят заканчиваться. Там вообще капелюничка закончилась. Вот капелечка. Так что я думаю, что их надолго хватит. Во всяком случае, надолго в моем понятии. Не на года явно. В общем-то, как-то так. Поэтому, что я эгоистка для некоторых людей. Что мой муж вообще просто страшный эгоист. Еврей. Думает только о себе. К слову, не еврей. Просто говорят же, да, типа, что евреи там только о себе думают. Вот. Жиды и прочая чушь. Муж, типа, еврей, короче. Там эгоист, думает только о себе. Все только о себе. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Такую чушь, слушай. Такую чушь. Вот. И. И бабка, наверное, еще. Минусы под носом. Вперед болезни. И малому давала этот бальзам. Вот. Потому что очень губки облазили. Очень. Меня в детстве даже беда беспокоила. Мне кажется, ему надо водички больше пить. Вот. Мой муж страшный, страшный, страшный эгоист для некоторых людей. Хотя даже для них он столько делал, столько делал. Он все тащил в дом, столько всего там, я не знаю, мыло там какой-нибудь, коробками там, крем для обуви там, пакованными там, коробками огромными там, еду какую-то, какая есть, что-то угостить там, да. Тоже все тащил, все тащил. И все равно плохой. И все равно плохой. Там не покупал себе там что-то там, зашивал в 6 лет одну и ту же куртку не покупал себе. Лишь бы там, да, дать, помочь, еще, еще, да. И все равно плохой. И все равно эгоист, и все равно плохой. Поэтому, знаете, есть у меня в окружении такие люди, для которых вот что они делают, у них все эгоисты. Все эгоисты, все не такие. Вот. Поэтому это, мне кажется, такие люди, что им все не так. Вот так вот, мои хорошие, вот так вот, мои дорогие. Вот. Поговорили немножечко с вами о человеческом эгоизме. Скушали гамбургер с огурцом. Сейчас буду наводить порядок на столе. Выйду, развеюсь на улочку. У нас весна-весна. Вот. Сейчас, конечно, 1 градус тепла. Вот. Так вот чувствуется прохладненько. Но, вы знаете, вот все-таки, все-таки, это совершенно не та погода, не минут 20, как это когда-то было, да, в это время. Вот даже в 2016 году была очень холодная зима. А вот в Советском Союзе, там, не знаю, в 70-х, нам рассказывал учитель, преподаватель по археологии, что было даже минус 40. То есть, погода идет, она вот теплее, 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 теплее. Я не знаю, что тут будет еще лет через 20, да. Может, вообще люди не будут знать здесь, что такое минус. Кто его знает. Какое-то потепление прям идет, вот. Ладненько. Мы, конечно, живем не в Москве, но ульи мои были полностью просто каких-то вот, то, чем посыпают, да, оно прям разъедает. Вот в таких пятнах они были. Ладно, поволтали немножко об эгоизме. Вот, все, погнала я делать пакетчик, мыть посудку, прибирать из стола, на себя. А эгоистка Настя, которая постоянно думает о других, помогает нуждающимся людям. К слову, я волонтером была очень долгое время. Выбивала всякую помощь людям, помогала тем, кто находится в зоне АТО, как я на тот момент была в Харькове. Я инвалидам помогала, пенсионерам, матерям-одиночкам, просто переселенцам. Я помогала людям просто, когда шла в исполком или еще куда-то там, что с документами, что подсказать, как процедура вообще происходит, заключается, да, чтобы человек не стоял. Очередь огромная в информационное окошко. А я быстренько рассказала, как быть, что, куда, где находится, куда идти, потому что я уже знаю, куда идти, я знаю, какие документы нужны, что с ними делать. И я все это могла прекрасно рассказать и не сидеть молчать, как некоторые, да, знают, что они молчат. И такое было. Вот. Эгоистка Настя, которая острижет некоторых людей бесплатно всегда. Ой, эгоистка Настя, которая пришла к подруге в гости в салон, она говорит, Настя, что будем брать, говорит, что тебе больше нравится, кроссаны или там баунти или сникерс? А я не знаю, потому что я не ела несколько лет этого. Не покупала себе. Ребенку покупала, а себе нет, потому что я обойдусь. Я всегда жила с мыслью, что я обойдусь другим нужнее. Я обойдусь другим нужнее. Всем нужнее, кроме меня. Понимаете? И в итоге я сейчас просто понимаю, что нужно думать о себе. Если я подумаю о себе, я буду счастлива, довольна, как психологически, там, морально, да, так и. Соответственно, я больше смогу дать ближним. Там, потратила деньги, купила курточку, уже не заболела, не слила, уже провела больше времени с пользой для сына и мужа. Но все нужно искать плюсы. Не нужно доводить до банальности и до крайности, как это доводило я. Все, мы хороши. Не нужно постоянно, да, думать только о себе, нужно обязательно помогать другим, но не доводите это до крайности, как я делаю. И плюйте на тех, кто говорит глупости. Вам с этими людьми детей не крестить. Люди всегда будут говорить. Люди всегда будут говорить. Людям всегда будет что-то не так. Нужно жить так, чтобы удовольствие тебе было, в первую очередь. Тебе и твоим близким, самым близким, да, муж, ребенок, я, чтобы нам в удовольствие я жила. Чтобы нам в удовольствие муж жил, чтобы ребенок жил так, чтобы нам всем это все удовольствие было, да. Вот. А остальное, посторонних людей, не нужно они думать. Я же говорю, они всегда будут что-то говорить. Людям никогда не угодишь. Все, 100%. И сегодня ты нравишься, сегодня ты на коне, а завтра тебя заменит тот-другой. Поэтому это дело такое. Все. Я погнала. Спасибо еще раз, что покушали со мной. Вот. Послушали мое мнение об эгоизме. Болтали со мной, да. До новых встреч, мои хорошие. Завтра последний рабочий день. Сегодня полотенка чистая принесла, а завтра два других постираю принесу. Потому что я руками стираю. И буду полики мыть или сегодня, или завтра. Сегодня попротираю все поверхности, зеркала. Буду потихоньку наводить порядок, завтра уже вещи собирать. Надо подумать, что я сложу, что я заберу. Если я тут особо забирать не хочу. Ну что ж. Все. Наверное, сейчас мусор повыношу. Тут у меня куртка, ботинки старые для их выброса. Вот. Все. Я погнала. На улице солнце, птички пойдут. Петя. 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 Продолжение следует... И тортом угостили. И только что Валера зашел... Опять вот те самые конфетки принес. Помните, мукбанг с вином и с вот этими конфетками, которые зерновые, мультизерновые батончики. Лена говорит, что сильно похудела, и чтобы такой тощий не уезжать. Вот, типа на тебе тортик, вот. Очень мило, конечно, очень мило. Очень приятно. Очень. Очень обеспокоена тем фактом, что удалили канал Похитителя Ароматов. Мне очень, очень нравился этот блогер. Канал его очень мне нравился. Поэтому я очень удивлена тем фактом, что его канал удалили. У него есть, господи, у него есть второй канал. И я уже на него подписалась. Плюс я подписана на него в Инстаграме. Вот. Поэтому смотреть, конечно, буду. Смотрю, ребята, фанаты восстанавливают по частям его видео. Вот. Ну, которые были удалены с его прежнего канала. Ой, кошмар, ребята, кошмар. Вот. Вот. И, к слову, удален он был из-за чат-рулетки. Вот. Хотя... Хотя на американском ютубе полно это самое. Видео с чат-рулеткой. И никто их каналы не удаляет. Вот никто их не удаляет. А его канал удалили. Вот так вот. Вот так вот, друзья мои. Его канал удалили. А полным-полно таких же точно с чат-рулеткой никто и не думает удалять. Это, знаете, кто всрався. Навистка. Вот так и канал похитящих удалили. Ютуб сошел с ума. А у нас весна. Я иду по-над больничкой. Вот. У нас весна в январе. Да? Весна в январе. Бочки на деревьях. Птички поют. Копили. Замечательно. Замечательно. Мир сошел с ума. Я же говорю, потепление. Потепление аномальное. Кто-то меня спрашивал, можно ли снимать в Донецке. Да можно. Просто люди за период войны начали. Ну, как бы деградировали, отстали. Для них это, ну... Это для них не настолько вот в порядке вещей, как это вот в порядке вещей в той же России, да? И просто они думают, что я ебану. Ти***. А так все нормально. Все, покупки я сделала. Я купила Ягуар энергетик и фитнес-йогурт, короче, какой-то. Вот. Ягуар безалкогольный. В рту уже все пересохло. Хочу пить страшно. Хочу спать страшно. Вот. Так что отправляюсь к себе в кабинет. Нагулялась по весне. Все, иду к себе. Ребят, еще раз поближе. Вот такой йогурт. Густенький довольно-таки. Но она потом подлежит. А я сейчас энергетика. И вот, блин, вот я не знаю. Очки. По цвету очков, да? Посмотрела телефон синий. Посмотрела на вкрапления вот эти вот цветные, да? Зеленые и синие. По цвету телефона. Капец. Как же я хотела пить. У меня аж все слиплось во рту. Ой, спинушка моя. Ехала сегодня в автобусе сзади. Мне так повезло, что я сначала просто держалась за сидушку, которая там чуть... Получается много-много сидений на весь автобус вот сзади. На всю задницу, да? И мне повезло сесть на последнее место свободное, на котором не было в спинке. И сначала я просто вот так вот сидела прямо и держалась за сидушку. А потом я, видимо, начала засыпать и опрокинулась прямо туда, на эту перекладину железную. И было больно. Очень автобус бьет. Ну, как сзади его колотят. Да, автобус. То есть ты трусишься сзади сильнее, чем в начале или в середине автобуса, да? И получается, билась больно лопаткой об эту перекладину. Потом как-то нашла положение как-то спиной по центру сесть. Потом два типа, которые сидели возле меня слева. Один другому говорит, ну, подойди, познакомься, типа, со мной. А тот говорит, думаешь, типа, подойти? А тот говорит, ну да, ну подойди. Говорит, ну я не знаю. Говорит, ты же, говорит, такой влюбчивый, типа. Что это за разговоры вообще? Пока они это обсуждали, я быстренько свалила. По тапкам, по тапкам. Не надо со мной знакомиться. Мне это неинтересно. Я уже со своим счастничком познакомилась. Мне больше ничего не надо. Настроение хорошее. Весна. Весна, друзья мои, весна. Не знаю, будет ли похолодание. Что? Ну, вот на данный момент весна на улице. Вчера видела уже почки на деревьях, ребят. И уже ой, такие блин, как кругляшки вот такие вот беленькие на деревьях вот от почек. Я не знаю, что это. Похоже, вот как верба размерами, только беленькие какие-то кругляшки. И это не с прошлого года. Это прям видно, что это сейчас начало что-то цвести. На кустиках. Жесть. Что-то у меня стали появляться вот тут вот кутикула, да? И вот чуть-чуть вот не к ногтю ближе, а вот наоборот вот сюда. Вот тут вот стали появляться заусеницы маленькие. После вот этого аппаратного маникюра. Жесть. У меня его, ну, как мне комбинированы делали маникюр, но вот это же все отодвигали аппаратом и проходились по этой коже аппаратом. А у меня там она сохнет, капец. Вот. И я ж тут постоянно, это ж больница, это постоянно дезинфекторы, перчатки. и это ж я еще не работаю там какой-нибудь медсестрой, там еще кем-то, да, которые с этим постоянно сталкиваются. Можно, конечно, говорить, а что ты не в перчатках дезинфицировал, еще что-то. Ну, ребята, их не настачишься, столько перчаток. И не всегда это удобно делать в перчатках. Вот. И это если бы я была прям медиком, возможно, возможно, было бы без шансов, я бы привыкла. А так. Что-то мне не очень моему организму зашел этот гамбургер и во рту, если честно, такое ощущение, как будто окошко сожрала. И она начала во мне разлагаться. Такое себе, такое себе ощущение. Как я уже сказала, канал Похитителя Ароматов закрыли. Закрыли за то, что все, удалили его, за то, что он использовал вот это вот видео от чат-рулетка. Так все, все, ну, куча, куча блогеров снимала от чат-рулетку. Зайдите на американский YouTube, там полно людей, которые снимают от чат-рулетки. Егор Андрюшин снимал от чат-рулетки. Да полно кто снимал. Закройте их тогда все каналы. Это капец. Похититель Ароматов это, я считаю Похитителя очень талантливым. Я считаю его канал очень крутым. мне все равно, что думаете вы о нем. Я о нем думаю, что человек с искрометным юмором. Он реально обалденный. Вот. Он меня вытащил из огромной депрессии. Я тогда целыми днями сидела, ревела, как белуха ревела. И начала смотреть перед сном его видео. И меня реально попускало. Я хоть смеяться, а хоть улыбаться начала. Это кошмар. Я очень расстроена. Очень, очень, очень. Я столько видео еще не успела посмотреть. Очень хотела. У него есть второй канал, как я уже говорила. Я на него подписалась. Вот. Похитюша, я уверена, еще создаст массу, массу крутых видео. Я реально очень расстроена. Его выпуски с Шурочкой Стоун. Я очень расстроена. Вы же уже перевели детей на детский ютуб. Так, в чем проблема? Там везде в чат-рулетке была цензура. Что не так? Я не знаю. После видео Рады о Факовкине и об Антоне я посмотрела отрывочек, где Факовкин говорит о том, что якобы Ютуб изначально был как это сказать платформой не такой вот как телевидение, где вот эта цензура, нельзя не материться, ничего, да? То есть здесь была свобода слова. А теперь Ютуб плавно превращается в телевидение, цензуру и прочее, прочее, прочее. И вот какой бы дебил не был Факовкин, вот здесь я с ним реально согласна. А так мне его канал не понравился, чушь. Такое ощущение, что у человека с головой не в порядке. Антон, конечно же, высказался уже по этому поводу, снял видео о взлетах и падениях похитителя ароматов. Знаете, у меня складывается впечатление по поводу Антона, что похититель рассказывал, как он приехал в Англию. У него была история о том, как он сидел на сайтах знакомств, ему написал какой-то дедуля, он ему выслал визу, чтобы тот к нему в гости приехал или как вызов выслал. Я в этом просто не разбираюсь, приблизительно так как-то. А он взял к нему и не поехал к этому деду. Но потусил со своей подругой, уехал обратно в Киев, а потом решил все-таки опять возвращаться в Англию. И так как у него уже был то ли вызов, то ли приглашение, то ли виза невесты, что-то такое этот дед ему присылал, он уже спокойно по закону Англии он уже спокойно смог туда приехать опять. И там укорениться, устаканиться и так далее в Англии. И мне вот интересно, у меня сложилось впечатление, что вот похитюша вот такой молодец, и он с этим дедом не встретился, он его бортанул, то есть он поступил хитро. И у меня складывается впечатление, что Антон шел по тому же пути, когда переехал в Норвегию. Только в отличие от похитителя, Антон таки отдался, так сказать, какому-то стремному дедуга, ну вот. И ему теперь обидно, Антону, что похититель оказался умнее, помимо того, что у него было в два раза больше подписчиков. Вот. И поэтому он его поносит во всех видео. Именно поэтому, я думаю, ему обидно за собственную глупость. И вот он никак не уймется, хотя уже сколько времени прошло и так далее. По поводу его дружбы с Анеттой. Я считаю, что это была просто коллаборация для привлечения внимания, да и все. Я не думаю, что он с ней дружит, я не думаю, что они прям общаются. Просто на тот момент они оказались рядом, они оказались вместе в... Где они там были? Господи, я уже забыла, как называют... Я постоянно забываю, где она живет. Будапешт, да? Они просто оказались в Будапеште в одно время, так сказать, в нужное время, в нужном месте, да, оказались рядом друг с другом. Все. Отсняли несколько видео, замечательно. Я, честно говоря, не верю в ту историю, что Анетте не дали тогда этот самый визу, не продлили и так далее, да, что ей приходилось ездить в Москву, что ей типа, что она могла лишиться своего дома, который там приобрела собаки, бла-бла-бла-бла-бла-бла, что ее выгоняли из Евросоюза. Я в это тоже не верю. Мне кажется, что она таким образом хотела поднять себе количество подписчиков, хотела донатов больше, то есть она решила подзаработать, хайпануть на этой теме. Вот свое субъективное мнение. Естественно, мое мнение не претендует на мнение высшей инстанции. Я не говорю, что так оно и есть, а просто высказываю свое личное мнение. Хорошо, если это не так, но я думаю, что это вот так. Поэтому. Мне кажется, что она та еще хайпажорка, Анетта, просто в тихом мути-черти водятся, вот и все. Вот так, друзья мои, сплошная несправедливость и нажива вокруг. Так, энергетик, я выпила полна бодра, там, полна бодра, там, да, полна энергии бодра и буду мыть сейчас полы. я уже набрала водицу в ведерко с тряпушкой. Здесь у меня есть вот такая прекрасная швабра. вот эта штука она отвалилась, отвалилась она, видно? в общем, я как-то полы буду мыть, ага, последний рабочий день завтра, мне надо все успеть, кузнецов не пришел стричься, ладно, пусть к другому парикмахеру идет теперь. Удачи мне в этом великом бою с грязными полами. Ну ладно, сейчас я одену деревяшку на швабру, не, реально одену, все нормально будет, она отваливается, я об этом знаю, это не новость для меня, вот, все, друзья мои, буду мыть полики, буду труду и обороне себя посвящать, все. Пока.